Он был человеком невероятно одаренным. Он обладал феноменальной памятью. Он помнил богослужебные тексты, ну, например, Акафисты наизусть, от начала до конца. Он сам творил замечательные литургические тексты. Это была его самая, может быть, такая радостная часть его работы, когда в поезде или в самолете, или имея короткое время отдыха, он писал литургические тексты. Он был человеком, который в то время посмел сказать власти слова «нет». Он был тогда единственным из всего епископата, кто так говорил. И отстаивал, отстаивал жизненно важные интересы церкви нашей. На все это тратились огромные силы. Многие в то время не совсем понимали позицию митрополита, потому что он активно развивал внешние связи. Он содействовал укреплению нашей позиции на международной арене. А тогда для таких консервативно настроенных православных людей это было не совсем понятно. И многие его даже обвиняли в том, что он чрезмерно уделяет внимание вот этой внешней работе. Не понимая того, что именно тогда внешняя деятельность церкви и была той силой, которая удерживала власти от радикального решения религиозного вопроса в нашей стране. И развивая внешние связи нашей церкви, подымая ее международный авторитет, он делал ее защищенной перед лицом внутренних гонителей. Это хорошо сознавали подлинные враги церкви. Одним из таких врагов был тогдашний Уполномоченный Совета по делам религии в городе Ленинграде, который, будучи человеком умным, в каком-то смысле даже проницательным и принципиальным врагом церкви, очень неодобрительно относился к развитию внешнецерковных связей. И мне, тогдашнему ректору Ленинградских духовных школ, приходилось вступать с ним тоже в такой нелицеприятный диалог, когда он выступал против того, чтобы обучались в Ленинградской духовной академии иностранные студенты, против наших поездок за рубеж, против приглашения профессоров из-за рубежа, то есть против всего того, что укрепляло авторитет церкви, в том числе и ленинградских духовных школ. Вот такая была эпоха. Субтитры создавал DimaTorzok